Так, прежде чем приступать к программе расчеты, гидравлический и техотехнический расчет труб и нагревательных приборов, вам необходимо будет начертить, соответственно, планы этажей, и на этих планах этажей разместить отопительное оборудование, в частности, отопительные приборы, ну и подвести к отопительным приборам, соответственно, трубопроводы, для того, чтобы обеспечить снабжение теплоносителем ваших отопительных приборов. Итак, вот здесь вот есть... Как по производству не берем, что ли? А? Сначала по производству не берем. Не, ну в смысле, у вас же есть, будет выдано задание, в которое будет планировка. Там указано, сколько у тебя будет делать? Сколько у тебя? Нет, нет, нет. Сколько будет у тебя, у вас там помещений? Сколько окон? То есть, изначально, ну, то есть, сколько окон будет. Дальше, ваша задача, посчитав мощность отопительной установки помещения, то есть, узнав, что, вот, например, в 101-м помещении вам нужно возместить 2000 Вт, так? Вам нужно, соответственно, установить отопительные приборы. Отопительные приборы мы устанавливаем сначала где? Под оконными конструкциями. Причем, если у вас есть много конструкций оконных, так? Там, например, эркеры, которые в наличии... То есть, можно устанавливать не под каждое окно, например, а у большого, например, окна. Понятен, например, сейчас я просто покажу. Вот есть планировки, чтобы второй раз не говорить об этом. Здесь четырехэтажное здание, здесь план подвала, он отапливаемый. Дальше, план первого этажа, план второго этажа и план мансардного этажа. То есть, у вас должны быть чертежи, соответственно, планировок. Но у вас будет два плана. То есть, план первого этажа, план второго этажа. Потому что на этих планах в основном и размещается отопительное оборудование, плюс в настоящее время, то есть, в современных системах, разводка осуществляется непосредственно по полу этого этажа, так? Ну, а в подвал не переносит, ну, только исключительных случаях, то есть, если вам пройти, нужно какое-то препятствие, которое обычными средствами не проходит. То есть, иногда бывают такие случаи. Так, с чего начинаем проектировать? То есть, у вас есть помещение какой-то котельной, либо теплового пункта. Ну, обычно, то есть, у вас вот в этих вот коттеджах обозначается котельной. Так, теперь вам нужно найти основной стояк, благодаря которому будет подниматься теплоноситель, соответственно, с первого, ну, там, по последний этаж, и от этого стояка будет разводка, соответственно, по этажу. Сейчас я здесь покажу сначала на периметральной схеме. Лучевая покажу, чем отличается. Ну, там ненамного отличия, начало то же самое. И старайтесь делать так, чтобы, например, в лучевой системе к коллектору подключалось не больше 8 приборов. Это необходимо для того, чтобы в последующем сделать гидравлическую настройку отдельных веток, так. Ну, и в дальнейшем будет у вас существенная экономия теплоснабжения, соответственно, вашего здания. Конечно, есть коллекторы самонаборные, то есть можно там, есть типа размеры там 2 подключения, 4 подключения, 6 подключений, там, и так далее. Можете к 6 подключениям подключить, соответственно, еще 6, получить 12. Но чем больше этих подключений, тем сразу же становится больше проблем по увязке и так далее. Если уже у вас получается, соответственно, подключать, например, если это лучевые системы, больше 8 подключений, так, то тогда сделайте 2 стояка. Например, один стояк северную часть захватывает, а второй стояк, например, южную часть. Потому что с севера всегда больше нам необходимо отопление, чем с южной стороны. То есть в дальнейшем тогда внутри котельной, то есть нужно предусмотреть по фасадной регулированию теплоотдачи и так далее, как варианты. То есть здесь сделали следующим образом. То есть вот есть котельная. От котельной, то есть 2 трубопровода подходят непосредственно к стейкам. Следующее действие. Вы должны разместить отопительные приборы. Первым делом, где мы размещаем подоконными конструкциями, ну, или там, где они не мешают жизни, деятельности, соответственно, человека. То есть вот здесь вот разместили под окном, здесь вот в этих помещениях окон нет, значит разместили возле наружных стен. Налечные клетки разместили здесь. Так, ну и все. Дальше, при помощи магистрали по периметру схватили те отопительные приборы, которые идут непосредственно на верхнем фасаде и подключили к стейкам. и вторую группу приборов. А здесь все к одному подключили. То есть подключили, соответственно, вот один прибор от личной клетки. Так, переходим на второй этаж. Первым делом, что мы делаем, это переносим подающий обратный трубопровод стояка. То есть точками обозначили, соответственно, они устраиваются в стеновых нишах, идут внутри конструкции. Так, следующее. Опять разместили подоконными конструкциями отопительные приборы верхнего фасада. Здесь вот на личной клетке. Единственное внимание на личной клетке, но тут, скорее всего, разместили под личной клеткой. Понятно? Потому что межэтажное перекрытие, крепление личной клетки, то есть идет оно чуть выше, чем уровень пола. То есть вот здесь вот у эркера несколько оконных конструкций, то есть установили у одного. Ну и по периметру от стояка захватили, соответственно, верхний фасад. Да, и еще один момент. Если у вас есть гаражи, бассейны и так далее, скорее всего, у вас нет. Не будет. Не будет. Но все-таки я скажу, что лучше гаражи подключать не к системе отопления здания, а подключать непосредственно к котельной. Хотя здесь вот гараж достаточно протяженный, то есть по длине, так, и отопительный прибор стоит у другого края, нежели у вас ворота, так. Но если он заморозится, так он повлияет на все теплоснабжение вашего внутри здания, имеется в виду в жилых помещениях. Чтобы это не делал, чтобы влияние было не столь существенное, лучше их подключать непосредственно к котельной. Ну и здесь сделали так. Так, следующий этаж, тот же самый принцип. То есть разместили стояки, то есть перенесли те, которые шли, соответственно, в подвале и на первом этаже, а на второй этаж. Обычно размещают, еще раз повторяю, в нежилых помещений. То есть когда лекцию рассматривали, это я говорил и скинул вам презентацию. И тот же самый принцип. Сначала разместили под окнами, отопительными приборами, под окнами. В методичке указано, как указываются условно отопительные приборы, как указываются трубопроводы. Либо открываете ГОСТ 21602 2003 года, там все указано, показано. Так, ну и тот же самый принцип. Захватили верхний фасад, подвели к стояку, захватили нижний фасад, части приборов подвели, соответственно, к стояку. Так, ну и последний этаж, здесь мансардный, тоже сначала точки перенесли на следующий этаж, подъемный и опускной участок стояка. И также разместили отопительные приборы, но здесь вот внутренние стены, лучше бы, конечно, наружные разместить. И здесь внутренние разместили. То есть, ну и тот же самый принцип, то есть, захватили приборы верхнего фасада и по периметру подвели к стояку, и нижнего фасада. Ну, здесь еще в санузле установили, соответственно, отопительный прибор. Так, как только вы разместили отопительные приборы, трубопроводы по этажам, разместили стояк, следующая задача, значит, чертить аксонометрическую схему. Чертится она согласно пространственным осям, ну и в методичке отопления гражданского здания в приложении номер 5, где идут этапы проектирования соответствующих систем отопления, есть у вас там оси. То есть, две оси по 90 градусов, третья ось, которая чертится под 45 градусов. Так, ну и как осуществляется, то есть, вам нужно чертить схему системы отопления. Чертится следующим образом. На плане отмерили расстояние, отложили, согласно пространственной оси, отмерили на плане расстояния, отложили по третьей оси, которая идет по 45 градусов, в том же самом размере, не увеличивая, не уменьшая. Та же самая длина, ну, соответственно, в масштабе, в котором чертите, отложили. Отмерили расстояние на плане подвал, отложили. То есть, принцип понятен, так? То есть, дальше идут подключения отопительных приборов, то есть, отопительный прибор условно, ну и подключаете, если у вас боковое подключение, то в зависимости от того, какое межосевое расстояние, 300, там, 500 миллиметров, или там 0,3-0,5 метра, то есть, эти расстояния выдерживаете. Если снизу подключаете, соответственно, там, как таковых расстояние нет, только единственного до пола. Согласно производителю отопительных приборов, то есть, есть условия, на каком минимальном расстоянии можно разместить поло, Соответственно низ прибора Чтобы обеспечить необходимый Максимальный тепловой поток От этого прибора Понятен принцип Дальше вертикальный стояк До второго этажа Опять точка подключения Отмели расстояние Отмели отложение Принцип понятен Вот вам нужно чертить аксонометрическую схему Не надо тут мельчить Рисовать оборудование Можно в виде узлов То есть прочертить И более наглядно Как эти узлы Расположены Начертить их и показать Что здесь установлен термостатический вентиль Здесь отключающий запорный вентиль Клапан установлен Понятен принцип То есть тоже если у вас на гребенке Есть подключение соответственно арматура То же чтобы не мельчить Можно в виде узла вынести И показать все ваши подключения Как они подключаются Так, следующая задача Немножко будет сложновато У тех, у кого периметральная система Ввиду того, что программа рисует схему Отопления плоскости Вам нужно развернуть вот эту пространственную схему Которую вы начертили на плоскости Плоскость То есть развернуть Например, вот этот вот Полностью по длине Вправо Или наоборот лучше Вот это вот полностью развернуть влево А вот эту часть Нижнюю Соответственно развернуть В плоскость справа Чтобы получилось Вот такая вот Справа и слева В плоскости По длине соответственно У вас схема Ясно? У кого лучевая система Здесь немножко есть отличия Здесь без разницы Где располагать В помещениях отопительные приборы Ввиду того, что здесь идет лучами Трубопровод Непосредственно от отопительного прибора До коллектора У лучевая системы Здесь немножко проще У периметральной Придется вот Схему относительно стояка Развернуть в плоскость Понятно? Так, ну и чем отличается Лучевая система От периметральной Принцип тот же самый То есть размещаете стояк Дальше размещаете Коллектор Размещаете отопительные приборы И двумя подающие Обратные магистрали Подключаете к этому коллектору От отопительного прибора Понятен принцип? То есть ничего сложного нет Так Как чертится схема отопления Понятно, да? Потом я могу этот рисунок скинуть Пожалуйста Так, что из себя представляет программа? Программа представляет из себя Графическое представление Ваших Соответственно схем Ну, во-первых Здесь Основные меню Выведены в виде Стандартных иконок Меню файл Принцип тот же самый Сохранить, открыть, распечатать Я уже не буду на нем останавливаться Справка Здесь то же самое Копировать Переносить и так далее Это все стандартное Вид Здесь работа с панелями инструментов Ну и зумирование Увеличение масштаба И так далее Основное меню С которого начинается Опять проектирование Как и в предыдущей программе Так и в этой Начинается с меню данных Первое меню Да, кстати Вот здесь вот есть каталоги Например Отопительных приборов Сейчас немножко подождать надо База большая Прибор Немножко долго загружается Прежде чем выбрать Отопительный прибор Вы посчитали Мощность отопительных установок В помещении Ну и нашли У вас какая-то Максимальная есть Мощность В каком-то помещении Там 2,5 Например Киловатта И есть минимальная Какая-то Чтобы подобрать Отопительный прибор И посмотреть Входит он в эти пределы Минимальный и максимальный Чтобы не сложилась Такая ситуация Что вы выбрали Отопительный прибор А он в результате Не сможет подобрать Вам просто По типоразмерам Так, компьютер Не очень свежий Поэтому немножко долго Там пишется Не отвечает Сейчас закрутит База большая Так, ну и еще один момент Нужно посмотреть Чтобы хотя бы Отопительные приборы Поставлялись на территорию Российской Федерации Потому что там каталог Может и поставляться В Западную Европу И в Австралию Но чтобы не было Мучительно больно Хотя некоторые За ваши средства Пожалуйста Из Австралии Привезут Отопительные приборы Как в свое время В 2007-2008 Шойгу возил Чугунные радиаторы Из Москвы Во Владивосток Когда у них там Заморозили Всю систему Отопления города Было и такое Вот Загрузилась база Так Здесь можно выбрать Любой тип То есть там Конвекторы Секционные Панельные С вентилями Без вентилей Ну вот например Я вот секционный Простой выбираю То есть сразу же Тут высечивается База всех Секционных приборов Дальше Можно выбрать Производителя Ну я вот например Выберу сейчас Красным Это обозначается О том что Производители Не подавали Признаков жизни Соответственно Поставки Информации По данным Отопительным прибором Белым Значит есть Предпроизводитель Живой И поставляет Ну вот здесь Например У серы групп Есть Алюминиевые И металлические 300 говорит Межрасивое расстояние 300 500 Межрасивое расстояние 500 То есть Вот здесь Вот есть Общие данные Здесь есть Способы Подключения Как можно Подключать Вот где цифры Стоят У БТ-3 То есть Показаны Способы Как можно Подключить Данный радиатор Дальше В размерах Можно выставить Приблизительно То есть 90 градусов У нас В подающей Магистрали Не приблизительно А температурный График у нас 90 градусов 70 Соответственно В обратной Магистрали Ну и Температура Например В жилой комнате 21 Так И вот здесь Вот показывается Количество секций И мощность Которая Выдается Этими секциями То есть Ну вот тут Начинается От второй Заканчивается Тридцатьюми секциями Ну там Четыре тысячи Но тоже Сами понимаете Что на рынок Поставляется Определенные Типы размеры Например Там Два Четыре Шесть Там Восемь Десять Двенадцать Ну я не знаю Шестнадцать Ну там Четырнадцать Поставляется Не знаю То есть Иногда Можно будет И набирать То есть Тоже Этот момент Учитывать То есть Либо Можно выбрать Например Например Панельный Вот Топительный Панельный С вентилами Ну вот У нас Ники прогресс А с вентилами Нету Ники прогресс Значит Просто Панельный Ну они Изготавливают По Прадовской Лицензии Ну и Соответственно Еще Прада Вот они Все эти По размеру Есть Со звездочкой Перебирает Среди Размеров Там Десятый Одиннадцатый Двадцатый Который Поставляет Ну вот Например Двадцать Первый То есть Две Панели С Движением Теплоносителя И конвективная Ставка То есть Также Можно Поставить Температуры Ну и Увидеть Какая Мощность Будет Соответственно От Четырех Вернее От Сорока Сантиметров До Трех Метров Там Понятно Да Ну просто Я закрою Так Ну а Начинается Всегда С меню Общее Так Здесь название проекта Я уже не буду писать подробно То есть название проекта Отопление Одиннадцатый Дальше Расположение Город Напишите Себя Проектировщиком Напишите Так Дальше Варианты Расчета Здесь есть Три Варианта Расчета Проектирование Нового Оборудования Регулирование Существующее Проектирование И регулирование Берем Проектирование И регулирование Зона Климатическая Она необходима Для компенсаторов Здесь есть Вариант Подбора И для Напольных Отопительных Приборов То есть Разводка Существует Замоналичивание То есть Здесь можно Посчитать Именно Подпольные Отопительные Приборы То есть Называемые Теплый пол Так Ну Температуру Наружную Я выставил Так Дальше Температура Параметры Теплоносителя Если В качестве Источника Теплоснабжения Используется Котел Ставятся Сюда Параметры Котла То есть Сколько Он выдает В подающей Магистрали Ну и Разность 20 То есть У вас В подающей Магистрали По-моему Мы задавали 120 Да? 120 Значит Разность Получается 70 В обратной Магистрали То есть Получается У нас 50 Так Здесь Можно Выбрать Различные Теплоносители Жидкие Берем Воду Можно Антилетогликоль Пропиленгликоль Выбрать Если Вы используете Эти Жидкости Так Дальше Параметры Источника Если Это У вас Котел Сюда Оставятся Параметры По Паспортным Данам Сколько Потери Давления Осуществляется Внутри Этого Нагревателя У вас Централизованная Система Значит Ставим Ноль Ну и Соответственно Объем Литров Который Он Заполняет Это Паспортные Данные Можно Взять Так Следующее Располагаемое Давление То же Самое Если Это У вас Котел Ставите Ну тут Можно Поставить Давление Потому что В дальнейшем Оно Рассчитывается И говорится Сколько Нужно Давление Для Вашей Системы Отопления То есть Если Это У вас Централизованное Подключение При Зависимом То есть Минимально Допустимое То есть Это По Техническим Упловиям Выбирается Во-первых Но Минимально Допустимое То есть 50 Килопаскалей То есть 5 метров То есть Я вот Сюда 50 тысяч Поставил Так Ну и Изоляция Трубопроводов По Умолчанию То есть Ввиду Того Что Трубопроводы Надо Изолировать Особенно Если Они Проходят Между Это Когда Она Теряет Не более 8% От Теплового Потока Ну Здесь Вот Можно Задать Запасом 80% Так На Монтажника Не очень Хорошего Либо Поставить 92% Чтобы В дальнейшем На каждую Трубу Не ставить Вот эту Изоляцию Она Автоматом Поставит По всем Трубам Соответствующее Это Значение Так Теперь Вам Нужно Выбрать Тип Труб Вам Нужны Две Трубы Первая Труба Которая Будет Внутренней Трубой Она Будет Из Полипропилена Так Ввиду Того Что Температура 90-70 То есть Пропилен Выдерживает Ну В зависимости От того Какой Производитель Для каких Целей Существует Эта Труба И Вам Понадобится Стальная Труба Потому Что 120 Гралсов Приходит Из Текловых Сетей А Никакой Полиэтилен Не Выдержит Он Придет Моментом А второстепенная Труба Которая Будет Только Маленьким Участком От Тепловых Сетей До Соответственно Теплового Пункта Там И так И выбираем То есть Здесь Можно Выбрать По Производителю То есть Здесь Все Производители Представлены Медные Полимерные Стальные То есть Мы Возьмем Полимерные Так Ну И Выбираем Производителя Рехау То есть Здесь Представлено То Что Представители Данной Фирмы Поставляет На территорию Российской Федерации И не только То же самое Белые Это Текущие Поставки Розовые Уже Сняты С производства Но может быть На складах Существует Красные Ну Сто процентов Сняты С производства Но тоже Может быть Еще Не распродали Остатки Так что Спрашиваем Ну и здесь Вот Приводится Во-первых Нажимая На каждую Трубу То есть Для каких Целях Она служит Ну Вот Например Раупинк Для отопления Так Помимо Этого Есть Еще Посмотреть Характеристики То есть Некоторые Трубопроводы Например Служат Только Для Теплых Полов Так Соответственно Типоразмер От Минимального До Максимального Там Ограничен То есть Там Например Берется Шестнадцатая Ну Четырнадцатая До Двадцать Пятой Трубы Поэтому Чтобы Вам Не попасть Просак А именно Иногда Получается Что Потери Давления При Подборе Из Минимальных Трубопроводов Получается Такое Что Сопротивление В итоге Получается Очень большое В результате Ставить На Одно Сосы И так Далее То есть Надо Посмотреть И Выбрать Чтобы Типоразмер Был Достаточно Большой От Минимального До Максимального То есть Я Выбираю Соответственно Эту Трубу Сразу Вам Показывает Какой Минимальный Максимальный Размер Трубы То есть На всякий Случай Если вы Не проверили Так Ну я Скрою Характеристику То же Самое Теперь Мне нужна Остальная Труба Так Ну я И год Здесь 704 Выберу Она у нас Поставляется Тоже Указывает Сразу же Минимальный Максимальный Размер Так Следующая Закладочка Квартирной Станции Вам не Понадобится Идем На параметры Расчета Здесь Они Установлены По умолчанию В большинстве Расчетов Приняты Правильно Единственное Вот здесь Вот есть Максимальные Удельные Потери Давления Трубопроводов По длине Это Так называемое Экономически Обоснованное Значение Вот например Для металлических Трубопроводов Должно быть Предели От 80 До 150 Для полипропиленов От 150 До 200 Ну здесь Стоит 150 Ну можно Остановиться На этом значении То есть Среднее значение Так Остальное Все Оставляем По умолчанию Здесь Как раз Для двухтрубных Систем Так Теперь Минимальное падение Давления В вентилях Термосматических То есть Производитель Дамфос Рекомендует 8000 То есть Своих рекомендациях Минимальное давление Запорное 3000 Ну и В потере В регуляторах Перепада Давления 10000 Так Следующая Закладочка Тоже Вам не понадобится Здесь Можно Ставить Галочки Там Увеличить Мощность За счет Термостатических Вентилей Либо Корректировать Диаметр Но можно Оставить Так и Помолчанию То есть Пока все Окей Следующий Раздел Так Здесь существует Три окна Первое окно Информативное То есть Показывает рисунок Схемы Системы Отопления Второе Окошко Слева Снизу Это Так называем Наборная Табличная То есть Под оборудование Надо указать Тип оборудования Ну и В последующем Указать Какие то Типа Размеры Либо Программа Автоматом Для вас Почитают То есть Это Табличный Набор И Основное Окошко В котором Осуществляется Рисование Вашей схемы Находится Справа То есть Здесь Рисуем Вашу схему Причем Здесь Есть Несколько Закладочек Основная Закладка На которой Рисуем И рассчитываем Это Закладочка Первая R1 Остальные Закладочки Вам Теперь Основная Панель На которых Рисуются Все Объекты Вот Находится Снизу Чуть Правее От Левого Края Первая Закладка Рисуются Трубопроводы И все Сопротивления На этом Трубопроводе Отводы И так Далее Ввиду того Что мы Спрямляем Трубы То есть Мы не указываем Вот эти Повороты То Сразу Соответственно На трубу Мы наносим Если у нас Поворачивают Трубы Сколько Поворотов Есть Соответственно Берем Из этих Местных Сопротивлений И указываем Следующая Закладка Относится Ко всем Отопительным Приборам Начиная От панельных Регистры Секционные И так Далее Следующая Закладка Относится К регулировочной Арматуре Или просто Арматуре Которая Устанавливается Непосредственно В возле Отопительных Приборов Для двух Трубных Систем Однотрубных Систем И устанавливается На систему Следующая Закладка Относится К однотрубным Систем Мы ее Пропускаем Следующая Система Относится К источникам То есть Здесь Можно установить Котлы Напольные Настенные Теплообменники Ну Либо Различные Узлы Смешения Следующая Относится К квартирным Станциям Тоже Пропустим Следующая Закладка Относится К так называемым Символам Они указываются На рисунке Но не рассчитываются То есть Можно указать Термометр Можно указать Манометр Что нужно Здесь установить Но в дальнейшем Они в расчетах Принимают Единственное Когда вы ставите Насос на трубу То есть На насосе Она рассчитывает Соответственно Напор И расход Который требуется Для того Чтобы осуществить Циркуляцию Там По какому-то Трубопроводу Следующая Система Перекрытия И помещений Зоны И этикетки Следующая Стандартные Рисунки Которые Не входят В расчеты Просто рисуются Следующая Закладочка Относится К размножениям Либо Вот есть Существует Готовая база Вы можете Взять Вот эти Рисунки И вставить Непосредственно Ваш проект То есть Как вертикальные Системы Так и горизонтальные Периметральные Так и лучевые Системы Без проблем И последняя Закладка Она Отрисовывает Планы этажей Но то же самое То есть Просто отрисовывает Но не Рассчитывает Просто отрисовать Можно Дополнительно Ну а и в дальнейшем При желании Можно их Переместить Соответственно В файл Который Открывается В автокаде И в других Программах Рисовальщика Так называется Так С чего Начинаем Рисовать Систему Начинаем Мы всегда С закладочки Рисования Перекрытия Помещения Отметок Первым делом Мы должны Себе Изобразить Перекрытие Так У нас Количество Этажей Два Значит Перекрытие Два этажа Плюс один Так То есть Три перекрытия Здесь Вот сразу же Отображается Высота Ну и Так называемая Толщина Перекрытия То есть На чердаке И на подвале У нас Толщина Немножко Отличается Но сразу же Хочу сказать Если вы Если вы Не применяете Напольное Отопление То есть Здесь Можно По умолчанию Оставить Такую же Толщину Которая Межэтажная Причем Это лучше Сделать Потому что Дальнейшим Когда будете Копировать Нестандартное Перекрытие Автоматом Не отрисовывает А вот Когда все Стандартное То есть Не перекрывает А друг на другом Без проблем Рисует Итак Мы три Взяли Нажали Окей Появляется Вот Соответствующий Портфель Нажали И вот Появляется Система Перекрытия Со всеми Отметками Ясно Да Так Теперь Вам нужно Сделать Заготовочку Теперь Мы рисуем Зону Помещения Вот Первая Вкладочка Рисуем Зону Помещения Сделаем Себе Так Называем Заготовочку То есть Нажимаем Левую клавишу Перемещаем Какую Зону Помещений Нам Нужно Да Еще Могу Сказать По идее Здесь Можно Соблюсти Горизонтальный Размер Но Рекомендую Его Не соблюдать Быстрее Рисуется В противном Случа Вам Просто Нужны Будет Длинные Все Размеры А потом В таблице Мы можем Указать Какая Длина Этого Трубопровода От точки В точки Просто Вертикальный Размер Можно Не Устанавливать Он Берется Автоматом Из-за Этих Отметок Он Уже Согласно Масштабу Устанавливается Так Теперь Обращая Ваше Внимание Как Растягивать Соответственно Зону Помещений Если Вы Просто Нажмете Вот У вас Будет Маленькая Зона Помещений Соответствующие Отметки Сейчас Удалю Так Вот Мы Нарисовали Зону Помещений Например Это У меня Помещение 101 Температура Внутренней Либо Взять Из Тех Что Есть Давайте Возьмем 20 Либо Написать Свою 21 Грал Тепловая Нагрузка Например У меня По расчету Получилось Полтора Тысячи Дальше Дополнительное Тепло Поступление Нам Не Нужны И Описание Либо Взять Из Того Что Есть Либо Тоже Можно Набрать Вручную С Клавиатуры Так Ну И Все Что Вы Сделали Этот Температура Мощность Которая Требуется Для Ваших Помещения Теперь Следующее Вам Нужно Определить С Нагревательным Прибором Давайте Я возьму Секционный А потом Один Прибор Я вам Нарисую С Панельный С этим Стермой Регулятором Встроено Итак Ну Я выберу Ту Вот Того Производителя С И Групп Возьму Биметаллический Прибор С Межосевым Расстоянием 500 Нажму ОК То есть Всегда Нужно Подтверждать Свой Выбор Либо Если Я вас Сейчас Специально Отставлю У вас Будет Просто Пустой Радиатор Так Либо Есть Внизу Сразу Появляется Табличка Которую Вы Можете Отобразить И В результате Марка У вас Отобразится Внутри Вашего Прибора Так Следующее Действие Если В помещении Стоит Один Прибор На него Приходится Соответственно 100% Мощности Которая Требуется Для Возмещения Затрат Если Если Стоит Два Прибора То есть Вы Стоите Два Прибора Рисуете Но Сначала Один Дорисуйте Потому Что Помещение В котором Стоит Несколько Приборов Их Меньше То есть Их Можно Потом Дорисовать При Желании И Необходимости Если Ставите Два Прибора Тогда На Каждый Прибор Будет Приходиться По 50% Либо В том Соотношении Где Стоит Прибор Если Один Стоит У окна Можно 70% Если Второй Стоит Возле Внутренней Или Наружной Стены Можно Остальную Часть 30% Если Три Прибора То Соответственно В лучшем Случае 33 33 И 34 Сумма Всегда 100 Целое Число Теперь Здесь Сразу Можно Установить То Количество Секций Какое Вы Планируете Ставить Либо Ставим 0 Если Вы Хотите Чтобы За Вас Программа Посчитала И Установила Так Следующее Вам В следующем Нужно Указать Где Стоит Этот Отопительный Прибор То есть Выбрать Соответствующий Коэффициент Ну В первом Варианте У меня Стоит Следующее Выбрать Где Он Установлен Под Подоконником Стеновой Нишей Есть Какие То Укровные Стандартные Защитные Эти Поверхности Ну Я Пока Оставлю Под Подоконником Первый Вариант Так Длина Если Вы Сюда Установите Длину То Максимальный Размер Сколько Можно Поместить Соответственно Под Ваше Окно Сразу Хочу Сказать Что Оптимальный Должно Составлять 50% От Протяженности Окна Ну А Максимальный 90% Либо Еще Такой Вариант Если У вас Есть Рядом Балконная Дверь То есть У вас Есть Определенный Простенок На который Вы Можете Повесить Радиатор Тоже Если Вы Указываете Длину А в Расчетах Он Получился Больше Она Вам Укажет Если Вы Поставите Ноль Она Просто Не Будет Воспринимать Но В Дальнейшем Вам Тогда Вручную Придется Помнить Что Поставите Ли Вы Туда Столько То Секция Или Не Поставить Так С Прибором Понятно Следующее Действие Подводим К ней К Отопительному Прибору Трубопроводы Соответственно Подающий Трубопровод Так Внимательно Смотрите Чтобы Именно Был Захват Трубопровод Вот Такие Вот Квадраты Если Не Будет Этих Захват То В последующем Вас Покажет Ошибку Причем Она Подсоединяет Именно В то Место Которое Можно Подсоединить Любое Другое Она Игнорирует То Куда Можно Подключить Этот Радиатор Так Дальше Здесь Мы Указываем Длину Ну Для Того Чтобы У Меня Трубы Располагались Внутри Наружных Стен То Там Заглубляем И Потом Соответственно В Изоляционном Трубопроводе Поэтому Так Пока Я Прикину То Мне Понадобится Здесь 0.3 Здесь 0.3 Метра Так Здесь Приблизительно 0.7 Здесь Приблизительно 0.3 Раз Снизу Идет Так А Эту Длину То Поставим Потом Когда Будем Соединять Соответственно Если В Периметральных Системе Соседние Приборы Если В Лучевых То От Этого Прибора До Коллектора Так Ну И Не Забываем Если У вас Есть Какие Повороты Там С Малым Радиусом Более Под 90 Градусов То Сколько Их Этих Сопротивлений Поворотов Сюда И Устанавливаем Принцип Установки Сопротивления Понятно Я Уже Не Буду В Дальнейшем Их Устанавливать То Когда Было У Нереально То Я Все Установил Так Следующее Действие Мне Нужно Поставить Арматуру Для Того Чтобы Мне Поставить Арматуру Я Должен Открыть Рекомендации Они У вас Есть В той Папочке Которую Я вам Скинул Вот Например Пособие Автоматизированных Систем То Лекцию По Моему Скинул Вам То Все То Что Я Вам Рассказывал Единственное Здесь Это Последний Каталог Уже Более Обновленным Типа Размером То Есть Ну И И И Как Мне Нужно Установить Арматуру Вот Вот Лучевая Система Ну Это Вот У них Новый Типа Размер Идет РТР Предыдущий Был РА Первый Был РТД То То Вот РТР Ставится Соответственно С М На Двухтрубные Системы На Подающей Магистрали Запорной И Сливной Там Есть Функция РЛВ Что С лучевой Системы Что С Периметральной Можно Использовать Другие Гарнитуры Но я возьму Вот этот Потому что У меня Трубопроводы Будут Находиться Внутри Стенки Наружной Так Иду Соответствующую Закладочку Арматуры Опять Добавить Удалить Ищу Ну Вот тут Еще Старая Есть РА Давайте Я найду Новую Вон Старая РТДН Еще есть Первое Поколение Вот она РТР Тут есть Различность С обжимными Устройствами То есть Либо Обжимной Либо С Муфтовым Соединением И так далее Так Буква П Говорит Что это Прямая Мне нужно Взять Буквы У Потому что У меня Будет Угловой И Смотреть Угол Соответственно Для того Чтобы Подключить Трубопровод В схему Копирую РТР Угловой С буквой М С буквой Ж На однотрубной Стать С буквой М На двухтрубной И мне Нужно Соответственно Запорный Клапан РЛВУ Нажимаю ОК Тот же Самый Принцип Сначала Выбираю Устанавливаю Выбираю Устанавливаю Вот я Не выбрал Правильно Могу Сделать Следующему Поменять Здесь Вот у меня Поменялись Размеры Не Размеры А обозначения Соответственно Терморегулятор Нападающий Обозначился И Отключающий Клапан Теперь Чтобы мне Узнать Результаты Расчета Какая у меня Настройка На закладке Там где мы Брали Помещение Перекрытие Я этикеточками Обозначаю Соответственно Трубы Арматурку Отопительный Прибор Не надо Он покажет Мне непосредственно Вот на нем То есть Я поставил На одну Трубу Так Отметку Сразу же Хочу сказать Что на обратке Будет то же самое Потому что Расход То же самое Кому не лень Может поставить Еще одну Отметку Теперь Сделаю Следующее Действие Вот я себе Сделал Заготовку У меня Во всех Помещениях То есть Идут Приблизительно То же самое За исключением Тех помещений Где там Стоят два Прибора И так далее Делаю Следующее Действие Так Все у меня Есть Трубы Есть Только длинные Двух участков Нет Теперь Иду На закладочку Размножения И копирую Право Раз Два Три Так Четыре есть Давайте Пятую Скопировал Пятую Дальше Дальше Выделяю Копирую На второй этаж Понятен принцип Да Так Почему я не скопировал Последний Просто я здесь Размечу стояк Чтоб не опять Не мучиться Нет Когда я его Размечу Я соответственно И скопирую Вверх Дальше Принцип действия Если у вас Периметральная система То есть Вы должны Развернуть Относительно Стоякатом Вправо Влево Кстати Можно скопировать Следующим образом То есть Можно скопировать Вот Отобразить Право Правда Есть одно Но Вот Когда мы Скопируем Вот так При помощи Вот этих Клавиш У вас Автоматом Ставится Нумерация То есть Уменьшается Там Или Либо Выеличивается За 70 К копируете То Если вы Скопируете Так У вас Просто Зеркально Отобразится То Что Было Справа Станет Слева Стоя С той же Нумерацией Ясно Поэтому Там Придется Менять Нумерацию Потому Что Не может Быть Одного Помещения С одним И том же Номером То есть Ну Ввиду Того Что Мне Не надо Отображать Вправо Теперь У кого Периметральная Система Я тут На одном Участке Покажу Вы Просто Делаете Копируете Вернее Не копируете А соединяете Подающий Обратную Магистраль С соседним И указываете Соответственно Ну допустим У меня По Ксонометрии Я померил И либо По плану Получилось 5 метров Тот же Самый Принцип Не забываем Сколько Поворотов Всех Устанавливать Понятно Ну и так Дальше Соединяем Последовательно Понятно С периметральной Просто Я дальше Не буду Уже Делать То есть Я как Учевую Возьму Так Дальше Действие Мне нужно Нарисовать Стояк Которому Я буду Подключать Соответственно Все Отопительные Приборы И начинаю Я его Рисовать То есть Нарисовал Подающий Магистраль Вот у меня Само Кстати Соединилось Даже Помогает Программа Если Вы Там На удалении Она Помогает Соединить Так Рисую Соответственно Подключение Обратное Дальше Дальше Опять Иду На Арматуру Здесь Есть Коллектор Есть Коллектор Простой Без Вентиля А есть С вентилями Чтобы Мне Потом Не Ставить Каждый Вентиль Причем Вот Этот Терморегулятор Можно Поставить Либо Непосредственно К Отопительному Прибору Либо Вынести На Соответственно Коллектор Ну и Вот Беру Копирую И Точно Так Точно же Сюда Вставляю Так 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 Вот У меня Обязательно Смотрите Чтобы У вас Именно Было Подключение То есть Должен Высветиться Квадратик Так Теперь У меня Справа Там Пять Приборов По-моему Так Пять Подключений То есть Поступаем Очень Просто Расширяем Сколько Нужно Подключений Пожалуйста Подключайте Здесь мне Нужно Пять Так Теперь Следующее Действие Опять Не забываем А Так Стоп Ну Мне Надо Соответственно Арматур Вот Я Возьму Ну Красный Спротивление То же Самое У кранов Обычных То есть Соответственно Я Постоял Отключающий Арматур Так И Вот Теперь Чтобы Узнать Не Диаметры И Соответственно Типоразмер То есть Я Ставлю Отметки Метки Так Ну Тот же Самый Принцип Чтоб Не Каждый Обозначать То есть Обозначаю Только Те Которые Будут Дублироваться В последующем На той же Подающей Магистрали Так Я Теперь Выделяю Ну И Произвожу Действия Копирования Вверх Дальше Действия Я Соединяю Соответственно Подающий Трубопровод С нижним Подающим Так Стоп С нижним И обратный Трубопровод Соответственно Подключаю С обратным Так Ну И здесь Мне нужно Не 5 На виду Того Что я Там Периметре 2 Подключил Как Периметр Мне Нужно 4 Соответственно Уменьшает До 4 Так Следующее Действие Так Я Должен Подключить Каждый Отопительный Прибор Осуществляется Следующим Обыдом Либо Можно Рисовать Вот Эту Магистраль До Точки Подключения Либо Здесь Предусмотрено Следующее Вот Соединение Соответственно Удаленных Трубопроводов Я Соединяю Соответственно Подающую С подающей Обратную Соответственно С обратной И вот Здесь Я укажу Длину Которая Идет От Прибора До Коллектора Понятно То есть На этих Линиях Она не указывается А указывается Именно На тех Вот Участках Которые Мы Оставили Так Сейчас Я быстро Это Проделаю Достаточно Все Просто Единственное То есть Программа Вас Адрессирует Удаляется Убирается Просто Да Да То есть Можно Выделить Назад Делит Либо Правку Ударить Либо Правой клавишей Принцип Те же Самые Действия Что И В любом Редакторе В любом Текстовом Редакторе Графическом Редакторе Принцип Тот же Самый Так Подсоединил Так Подсоединил Ну и Последние Действия То есть Первый этаж Надо Все Это Выполнить По-быстрому Наложение Разрешается Разноименных Трубопровод То есть Подающие Обратные Можно Накладывать Подающие На подающие Лучше Нет Потому что Они Захватываются Друг Друг Они Это просто Соединительные Они могут Накладываться Единственное Только По этим Трубопроводам То есть Не забывайте Не забывайте Так Все Я соединил Так Система Так Соединил И единственное Что мне Остается Сделать Это Показать Соответственно Длинный Участков Делаю Следующим Образом Вот Я Выделяю Видели У меня Выделились Только Вот эти Участки Дальше Очень Простой Принцип Только не Челкать На каждом Я Захожу Соответствующую Закладку В Нижнем Левом Где У нас Таблица Ну И Соответственно Вот видите Я нажимаю На поле И у меня указывает Какой у меня Участок Я просто Сейчас Здесь Сделаю По 5 метров Чтоб Мне не мучиться То есть Видите Она Выделяет Именно Тот На каком Находит Трубопровод В дальнейшем Вы можете Те длины Указать Так Все И еще Снизу Мне надо То же самое Проделать Выделить Выделил Стать На трубопроводы Так Ну и Здесь Кое-чего Еще Захватило 5 метров 5 метров Ну там Где пусто Обратку Захватило Так Все Потом Сейчас Следующее Действие Мне нужно Ввиду того Что у меня Стояк Например Один То есть Подключить Его Непосредственно К тепловому Пункту Можно Нарисовать Отдельное Помещение Я просто Сделаю В этом же Помещении То есть Я ее Разветлю Да Кстати Потом Поменяйте Помещение Поменяйте Нагрузку То есть Быстро Делается Можно Даже Вот Из данных Сразу Помещение Можно Здесь Поменять Ну да Так Следующее Действие У меня У вас Вернее У всех Зависимая Схема Подключения То есть Есть Тепловые Сети То есть Я Нахожу Соответствующий Узел То есть Обязательно Ставим Раз у вас Температура Снаружи Выше Чем Внутри Ставить Двуходовым Трехходовой Вентиль Никому Не рекомендую Ставить Потому что Очень Трудно Он регулируется И Большинство Производителей Отказывается От Трехходового Вентиля Хотя До сих пор Еще У нас Здесь Ставят В результате Потом Появляется Проблема Следующее Действие Нажимаю Здесь Мне показывает Температуру Смешения Мне нужно Получить Системе Отопления 90 градусов Ставлю 90 градусов То есть Там В общих Данах Мы забили 120 Тепловых Здесь Мне нужно Значит Меньше Теперь Нажимая На арматуру У меня Появляется Символ Мне Нужна Соответственно Арматура Регулировочный клапан И обратный клапан Вот я Обратный клапан Выбираю Но тут Можно разные Выбрать Клапаны Но пусть Этот Будет Я пока Как бы В достоверность Не хожу Но Обратный клапан Обратный Можно выбрать Другой Потом Теперь Вот есть Регулировочный клапан Они обычно Идут снизу Вот есть ВБ2 Со звездочкой Звездочка Говорит о том Что когда вы возьмете Звездочку Она будет Сама программа Подбирать Из всех Типа Размеров Которые Соответствуют Этому Обозначению ВБ2 Дальше Там другой Есть клапан ВФ2 Там Много Их То есть Можете Определиться И выбрать Но я пока Выберу Вот данный Вариант Так Нажимая ОК Соответственно Сначала Выбираю Главный клапан И Выбираю Соответственно Обратный клапан И он У меня Отображается Так Теперь Справа Я Отрисую Трубопроводы Из Полипропилена Сразу же Хочу сказать Что Узлы Например В коттеджах Они имеют Стандартный Размер Похожий На Тот Котел Газа Который Вешается На Стему Единственное Вместо Там Газового Оборудования И Теплообменника Стоит Соответственно Подключающие Смесительные Узлы И Стоит Теплообменник Если вам Нужно Сразу Получить Горячую Воду Так И Сделаю Следую Приблизительно По метру Мне Хватит А вы Уже На Основании Соответственно Своей Схемы Так Ну И Слева Ввиду Того Что Здесь Высокотемпературный Теплоноситель Мне Точно Так же Понаблюдается Две Магистрали Но Только Уже И Стальных Трубопроводов Что Я И Выбрал Так Ну И Тот Самый Принцип Метра Хватит Так Следующее Действие На том же самом Месте Где мы Взяли Смесительный Узел Есть Вот Точки Подключения То есть Я их Сюда Ставлю И Отвожу Подающую К подающей А обратную Соответственно Обратную Ну Стрелку Указывает Но Потом Когда Уберете Соответственно Нажмете У вас Красная Будет Красная Синя Соответственно К синей Так Следующее Действие Ставлю Арматуру Включающую Так Следующее Действие Мне нужен Теплощетчик То есть Вот Они Все Свои Типоразмеры Теплощетчиков Высвечивают Только Единственное Надо Правильно Найти Потому что Некоторые На квартиру Ставятся Вот Квартира То есть На звездочке Так Мы Полторы Тысячи Возьму Скопируем То есть Это На Воз Здание Так Опять Не забываем То есть На подающий И на обратный Ставлю Теплощетчик Термометры Сопротивления Можно взять Термометры Поставить Но Они В расчетах Не участвуют Подождите Кстати Кстати Здесь То же самое Можно Фильтр Так Конечно Правильно Нарисовать То есть Теперь Фильтр Перед Щетчиком А можно И после Щетчки Поставить Главное Что он Стоял Сопротивление Единственное Потом Когда Будете Отрисовывать То есть Вы должны В голове Держать Что Должно Быть Но Если Все Делать По Правилам Давайте Сделаем По Правилам Соответственно Можно Повернуть Пуле Другую Сторону Но Тоже Сейчас Пока Направление Нет Смысла Потому Что На самом Фильтре Есть Стрелка Которая Указывает Куда Можно Как Его Ставить По Направлению Движения Соответственно Теплоносителя Так По идее Еще Здесь Можно Поставить Регулятор Перепада Давления Обычно Ставится На Воде Чтобы Не Было Зависимости От Соседей Соседних Зданий И так Далее Мы Пока Не Поставим Так Ну И Тот же Самый Принцип Если Есть Повороты То есть Устанавливаем Ну И Сделая Последнее Действие Да Кстати Если У вас Соединяется Несколько Стояков Так Либо Несколько Систем Тогда Нужно Еще Будет Поставить Там Живот Есть Вот Называем Регистр Трубный Так Вот Захватился Тоже Самый Принцип Увеличить Единственное Вам Нужно Просто Ответление Рисовать Будет Ну И Сколько Ответлений Сток Соответственно Ответление На Подающий И На Обратный Ввиду Того Что У меня Один Стэк Мне Это Не Нужно Делать Я Убираю И Просто Соединительными Линиями Подключаю Так Подключил То есть Квадраты Не забываем Все По идее Я Начертил Свою схему Задался С всеми Величинами И готов Считать Нажимаю На Расчет Сначала Она попросит Сохраниться И Мы Это Сделаем Сохраняемся Вот Вы Видели Ползунок Я Еще Раз Сейчас Заплючу Если У вас Дошло До 90 До 100 Процентов То есть У вас Есть Ошибки Так Называем Расчетные Если Не Дошло Значит У вас Есть Какие То Грубые Ошибки Вот Видите Я Случайно Отобразил Маленький Участок Вот Он И Она Мне Сказала Что Я Неправильно Отрисовал Сейчас Наверное Везде Нарисует Ну Да Вот Скопировал Я Везде Что Ли Так Делал А Нет Только В одном Месте Значит Что Я Там Делал Увидели До 100% Дошло Ну Вот Здесь В процессе Обнаружены Ошибки То есть Можно Нажать Да И Тогда У вас Высветится Окошко С Ошибками Ну Я Поступлю Проще Я Вот Здесь Сделаю И Вот У меня Здесь Высветились Ошибки Какие У меня Ошибки Высветилось Если Ошибка Отмечена Белым Цветом Ну То Как Так Как Сейчас Это Не Грубые Ошибки Да Если Здесь Стоит Красное Пятно На Этому На Этому Это Значит Грубые Ошибки Что У меня Здесь Ошибка Вот У меня Написало Что У меня Потери Давления Составляет В моей Системе Всего 35 Ну И 4 Кило Паскаля А В общих Данных Я Забил 50 То То Мне Достаточно Уменьшить Либо Поставить Регулятор Перепада Давления Следующий Момент Вот Здесь Написалось Что У меня На 24 Ну На 25 На 25 На 25 Процентов Перетоп Приборе Для Этого Мы Сейчас На На Данные Рисунки Здесь Вот Вот После Того Как Вы Нажмите Расчет Соответственно Итоги И Есть Итоги Рисунки Нажимая На Итоги Рисунки Появляется Окно В котором Я Вижу Во-первых Всю Арматуру Количество Секций Типа Размер Диаметры Все И Теперь Я Вижу Что У меня На Первом Приборе Стоит 17 Элементов Так А у Меня Там Перетоп Я Прекращаюсь Обратно И ставлю сюда Не 17 А Например Давайте 12 Поставлю Посмотрим Что будет Даного Читаю Опять У меня Ошибки То есть Ошибка Исчел Зав Понятен Принцип Опять Ну Здесь Везде По 17 Поставила Давайте А нет Сверху 10 15 Снизу По 17 Поставила Так Здесь Ошибка Здесь Ошибка Здесь Ошибка Он Переток По всем Помещениям Дает Или Вообще По каждому Помещению Вот Каждая Ошибка Она Говорит Что В этом Помещении У меня Переток Так Сейчас Я обратно Вернусь Так Здесь Я тоже Сейчас 12 Поставлю А везде Сейчас По 12 Поставлю Потому что Там 14 Посмотрим А если Переток Куда Уйдет Наверх Не Ну Просто Будет Лишние Секции Да Ну Как говорится Пар Костей Не Ломит Ну Все Вот Я ушел На Второй То есть У меня Снизу Все Нормально Ну Здесь Еще Хорошо Получается У меня Тепловые Нагрузки Одинаковые Они Будут Разные Так И в дальнейшем Все Это Так Есть Так У меня Ошибка Здесь Так Ну Давайте В трех Помещениях По 12 Сделаем Кроме Крайних Сначала Проверим Так Ну Осталось Два Там По Десять Стоят Давайте 8 Поставим Смотрим Что Будет Чего Будет Теперь Теперь Не До Топ Да Небольшая Скорость На Участке Так Давайте Не 8 Давайте 9 Поставим Ну Давайте Регулятор Перепада Давления Спасет Ситуация Либо Там Можно Исправить Так Регулятор Перепада Давления То есть Он ставится С клапаном Спутником То есть АСВМ Клапан Спутник Так И Регулятор Перепада Давления Так АСВП Это С Постоянным Перепадом АСВПВ С Переменным Так Ну И Давайте Отобразим Ставится Он На Обратку Клапан Спутник Ставится На Подающем Если Посмотреть Рекомендации Так Ну И Меточки Ну Да То есть Там Чтобы Нам Узнать Результат А Даже Уменьшилось Так Ну Здесь Слишком Большой Авторитет Тоже Есть Немаловажная Величина Вот Этот Регулировочный Клапан Чтобы Он Что Регулировал Должен Быть Приоритет Клапана Что Это Значит Что Потери Давления В этом Клапане Соизмеримо Равнялись Потерям Давления В системе Или Были Больше Ну Вот Здесь Вот Больше Нормально Вот По идее Все Посчитано Так Настройки Не меньше Двух Но Тут Пять Мы Вывели Два С Половиной Нормально Два То есть Нигде Единицы Нет То есть Производитель Рекомендует Не меньше Двух То есть Везде У нас Нормально Так Ну и Давайте Я последнее Действие Продел Я вам Обещал Подключить Стальной Панельный Радиатор Причем С термостатическим Клаптом Сейчас Производителя Так Прада Нету Ну-ка Керми С термостатическим Горезки Не работают прадо модель 1 все Не нравится мне кирби, то есть у них только малые типоразмеры, потому-ка фугма. Здесь вообще непонятно что. Так, ладно, поставим Прадовский с этим боковым подключением, со встроенным нету. А тут тоже нету, не понял, так что я подмираю, а конвектор я подбираю. Конечно, нету. Извиняюсь, пора уже заканчивать. Апрада есть. Так, ну 20 возьмем, то есть две пластины без конвективной ставки. Межосевое расстояние 500. Вот она автоматом подключает туда, куда надо. Так, ну и здесь принцип такой же, поставим ноль, пусть сначала почитает. Есть боковое, просто когда терморегулятор вставляется, там всегда снизу подключение. боковое подключение, это уже там, так, ну и у нас появились ошибки какие-то, надеюсь, те же самые. Ну опять мощность имеет большую, сейчас посмотрим, сколько у нас получилось. Настройка 2, 2.8, ну давайте уменьшим его. До 1.8. Сейчас посмотрим настройку. Настройка 1 не очень хорошо. А ну-ка еще на 20 уменьшим. Просто иногда раскрывается этот клапан. Ну, то есть настройка 2, оптимальный вариант. Так, теперь, что нам нужно распечатать? Распечатать нужно следующее. Опять. Итоги общие. Принцип тот же самый. Тут можно экспортировать в Excel. Скопировать и вставить, соответственно, в пояснительную записку. Понятно? Вот это надо скопировать. И в обязательном порядке мне нужен вот этот рисунок. То есть рисунок и итоги. Рисунок и итоги. Не рисунок данный, а рисунок и итоги. Чтобы я увидел все вот эти вот значения. В формате А3? А? А3? А3 формата. Ну, как поместится у вас? То есть это в пояснительную записку. Здесь единственно, то есть, либо распечатывать из него, либо вариант есть, есть такая функция, виртуальный принтер PDF. При распечатке, то есть он в PDF вставляет вот эти рисунки. Ну и согласно формату, если вы там А4 поставите, она вам разобьет на несколько А4, чтобы разместить. Понятно? Да, и чтобы много не тратиться, надо просто уменьшить это перекрытие, обрезать, чтобы эти пустые у вас не распечатывались. Так, все, что вам необходимо мне показать. Да, кстати, и здесь еще есть, то есть, когда будет составлять спецификацию, то здесь сразу же все длины считает, в материалах отопительные приборы, там, с каких-то секций и так далее. Делают, что же есть дома.